Всем привет из Красноярска. Меня зовут Ольга и я сейчас в доме-усадьбе Василия Сурикова, знаменитого сибирского красноярского художника. Вот это дом, где некоторое время жил сам Суриков и жила его семья. Происходил Василий из казацкой семьи, то есть обычные горожане и с детства он имел склонность к рисованию. Этот дом построил его отец, а деньги на него дал дед. Отец был небольшим чиновником и зарабатывал достаточно мало, а дед на севере был типа сборщиков худотей. Поэтому он помог сыну построить этот дом. Когда Суриков был еще маленький, семья переехала в Сухобузимское. Назовалась тогда деревня Фобузимская, тогда это была деревня Сухой Бузим. Это 100 километров от Красноярска. И там он встретил своего первого учителя рисования, но он даже не был художником, это был конюх по имени Семен. И он научил маленького Сурикова рисовать лошадей. Когда Суриков, там же Суриков закончил вот это приходское училище, потом его отправили в Красноярск. Вот училище местное, уездное, которое здесь же на улице Ленина, буквально недалеко от этого дома. Ему ужасно, он жил у тетки, ему все ужасно не нравилось. Он хотел сбежать обратно в деревню, где, как он говорил, ему вольно жилось, но ему пришлось вернуться, и он об этом не пожалел в итоге, потому что в училище он встретил человека, который дал ему путевку в жизнь. Учитель рисования. Он брал мальчика с собой на этюды, занимался с ним отдельно и настаивал, чтобы тот поехал учиться в Петербург. Но это было очень дорого у семьи, не было таких денег, поэтому Суриков поступил после училища в городскую канцелярию, в городскую управу, он тоже служащим, песцом. И там он познакомился с губернатором Замятиным, который нашел ему богатого спонсора. Как именно произошло знакомство, неизвестно, но, видимо, губернатор знал про талантливого художника, тем более, что дочь губернатора со своей семьей снимала в этом доме второй этаж. И губернатор нашел Сурикову спонсора. Это был Петр Кузнецов, знаменитый золотопромышленник, меценат, который не только оплатил ему полностью учебу, но и оплатил стипендию, чтобы Суриков не думал о хлебе насущном. В же училище он получал разные награды за свои работы. После окончания переехал в Москву, где и, собственно, прожил всю жизнь. Там его первым большим заказом была роспись храма Христа Спасителя вместе с другими знаменитыми художниками того времени. Но храм был разрушен, и все это, естественно, было утрачено. И свою первую работу «Утро стрелецкой казни» он представил тоже в Москве на передвижной выставке. И это случилось в день, когда народовольцы убили царя. Поэтому картину хотели снять с выставки, потому что там тоже изображен царь, только Петр Первый. Картину сразу признали шедевром. Публика была в полном восторге. Ее купил Третьяков для своей коллекции за колоссальные деньги, за 8 тысяч рублей. Суриков всю жизнь мечтал переехать обратно в Красноярск. Он был очень востребован как художник, поэтому смог он это сделать только уже ближе к концу жизни. Даже заказал себе сделать мастерскую. Но приехать он так и не успел. Он умер в Москве. А вот это дом и усадьба. Труба торчит. Сейчас пойдем в кассу. Тротуар, конечно. Наверное, не мешало бы все это поменять. Вон там баня. Красота. Повадет. Ладно, идем в кассу. Вот я в доме. Так варили. Суриков портрет дяди. Портрет дяди. Это дед художника. Казачья тамана. Такой вот большой домик. Портрет Евгении Пьемовой. Ну, а здесь его работы. Ольга Васильевна. Дочь художника. Вот это вот, где дочь художника. Это тоже дочь художника. В таком доме даже жить хочется. Такой вроде небольшой. Симпатичный и уютный. Это тоже его работа. Портрет профессора. Учериного. Учериного. Хорошо, что вот в таких домах делают либо квартиры. Ну, вот там вот такие дома-музеи. Либо какие-то другие музеи. Вот есть женское и партиальное училище там. Там геологический музей. То есть издание сохраняется. И можно посмотреть хотя бы примерно, как оно выглядело. Интерьеры, конечно, уже не так, какими они были при его жильцах. Но что-то все равно осталось. Гребец в Красной Увахе. Это вот из его фрагменты больших картин. Рыбка. Красикова, Германия, XIX век. Известный мастер. Красота. Сохраняются вот такие вещи. Замечательные. Это вот пейзаж. Крымский пейзаж тоже. Крымский пейзаж. Дед художник. Это боже. Это боже. Здесь вот какие-то были помещения. Наконец-то. Красивый. Так вот ты выходишь. Как хорошо идти. Спустимся вниз. Спустимся. Здравствуйте. Такая крутая пейзаж. Крутая пейзаж. Крутая. Вы себя выглядели? Нет. В русофоте идти? Я все прочитала уже. Пасху делать. Плохо, конечно, что остается мало таких вещей. Я в Москве была в разных домах. Там Чехова, Гоголя. Только несколько личных предметов и все. Это, конечно, очень грустно. Ух ты. Какая крутая печка. Всякие штуки. Ум, Ваня. Ух ты. Какая красота. Да. Прямо сам бы здесь жил. В таком форме. Сюда зайти, к сожалению, нельзя. Так вот только посмотреть. Да, ау, тифу-тюга. Я давно хотела сюда прийти. Что так? Все или как? Какая красота. Какая красота. Какая красота. Подпишите. Прошу, лови. Вот, можно семейные фотографии. С рукой. Здорово. За спальня. Кровать, комок. Прямо. Все как надо. В общем, вот такая экскурсия небольшая по дому великого русского художника Василия Сурикова. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.